Добрый день, уважаемые зрители! Начинаем семинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович, менеджер-преподаватель официального партнера Альпари в городе Минске. Для всех тех зрителей, которые смотрят нас в онлайн, я напоминаю, что у вас есть возможность задавать свои вопросы в чат. Пишите, что хотите уточнить, спросить. Вижу все ваши вопросы, стараюсь отвечать на них сразу же, как только появляются. Для того, чтобы написать вопрос, вам необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте, ввести пароль, логин и пароль. И, соответственно, сможете попасть в личный кабинет, где из чата сможете задавать свои вопросы. Для тех же зрителей, у которых личных кабинетов пока еще нет, вы можете их зарегистрировать. Там же на сайте регистрация отнимет не более минуты, абсолютно ни к чему не обязывает. Поэтому есть возможность зарегистрировать личный кабинет, получить доступ к сервисам компании, которые доступны только для зарегистрированных клиентов, а также получить бонусы за регистрацию личного кабинета Альпы, которые можно обменивать на деньги. Для тех, кто впервые смотрит нашу трансляцию, нашу аналитику, я скажу, что проводим анализ без использования индикаторов сложных торговых систем, подходов. Смотрим мы уровни поддержки, сопротивления, смотрим поведение цены. На основании данных факторов уже делаем вывод, определяем баланс на рынке, смотрим, куда будем двигаться, ищем лучшие точки для входа. Если есть какие-то интересные моменты для открытия сделок, я обычно о них сразу же рассказываю. Давайте начнем тогда обзор. Обзор, как обычно, мы начинаем с кратенького обзора календаря экономических событий. Посмотрим, что у нас сегодня есть, что осталось точнее, что было и какие перспективы дальнейшие на сегодняшний день. Итак, как мы видим, много было статистики по еврозоне. В основном вся статистика в красной зоне. То есть, ничего хорошего это для евро не сулит. И многие, кто уже графики открывали, видели, обратили внимание, как евро валится. Вот, это все, конечно, статистики, ну и плюс много еще чего. Дальше, что у нас есть. Дальше у нас на 16.30 немножко статистики по США. Вот, не могу сказать, что сильно они как-то повлияют, но в целом могут, могут немножко подстегнуть рынки, либо сделать небольшие откаты на тех же парах, которые сейчас в стадии распродаж. Так, Игорь вопрос задает, какого числа будет семинар? 2, 3 и 4 марта, если я не ошибаюсь. И 30, 31 и 1 апреля. То есть, на март получается 2 семинара. То есть, 2 курса получится. Вот, так что пока, пока ждем новостей, статистики из США в 16.30 и дальше уже будем решать. Но на текущий момент есть смысл присмотреться именно к техническому анализу, посмотреть, какие сигналы есть, что дают. Так, по сделкам. Сразу же пока открыто 2 сделки. Одна сделка на покупку австралийца, новозеландца. В пятницу она еще была открыта. По рекомендациям, не по рекомендациям, по просьбе нашего зрителя провели анализ, посмотрела, что в принципе хорошая точка для входа, был хороший момент для входа, поэтому зашел. И пока зашел в покупки по иене. Ну, в любом случае, каждую идею я постараюсь вам рассказать, подробнее немножко рассмотреть. Итак, что сейчас по евро-доллару? Я с вашего позволения закрою. Что по евро-доллару сейчас, что можно ожидать, какие могут быть перспективы? Да, перспективы могут быть самые различные, но наиболее оптимально 1.0950, я думаю, что будет достигнут этого уровня. Вот, в эти распродажи уже не захотел залазить. Почему? Потому что достаточно далеко ушла цена и решил по ходу просто не запрыгивать. Сейчас можно ожидать отката. Откат можно ждать примерно на вот этих отметках, на отметках данных минимумов. То есть до них цена может добраться. Вот, и я думаю, что продолжится снижение, продолжит дальше цена двигаться вниз. Так что пока можно ожидать появления цены на отметке 1.1070. То есть можно поставить здесь и алерт, напоминание, если вдруг кто-то боится пропустить данный момент. В любом случае можно поставить отложку, но я поставлю алерт, попробую отработать в случае, если цена действительно доберется. Пока, конечно, слабо верится, но в целом часто такое бывает. То есть могут выйти какие-то новости по США, и цена быстренько откатит и дальше продолжит снижаться. То есть пока ожидаем именно появления цены на уровне 1.170, дальше двигаемся ниже. То есть 1.0950 вполне себе вероятная цифра, до этой цифры можем и добраться. Так что по евро картина пока такая. Ждем небольшой откат наверх и дальше продолжаем двигаться вниз, нисходящее движение. Дальше по доллар-швейцарский франк, по паре. По франку мы, в принципе, добираемся до верхней крышки 99.80 примерно. Отметка, что вот это можно ожидать дальше. Я думаю, что будет небольшой сейчас откат вниз, да, и скорее всего продолжим мы расти, продолжим двигаться наверх. Напомню я, что евро-доллар и доллар-швейцарский франк, эти валюты, они скоррелированы в обратном направлении. Если евро-доллар растет, то доллар-швейцарский франк обычно снижается и наоборот. Так что этот момент тоже надо учитывать. Надо учитывать корреляции и смотреть, как они влияют на торговлю. Так что пока по швейцарцу думаю, что попробуем мы пробить 99.80 и двигаться наверх. Но это после отката. То есть сначала будет откат, да, после отката, а попробуем двигаться наверх. Дальше давайте посмотрим, что по фунту происходит. Я, если честно, ничего не понял, с чего тут такой гэп, с какой радостью и с какой радостью тут такое падение. Но в любом случае факт остается на лицо. Сделок не было, не было ни покупок, не было ни продаж. Напомню, что ожидал я все-таки развития именно ситуации наверх, движения наверх. Но, как мы видим, пока этого не произошло. Что сейчас можно по фунту сказать, предположить на 1.41? Пока находимся, я думаю, что после такого снижения будет, конечно же, коррекция должна быть. Да, и надо ждать, дождаться, попробовать зайти на откате, да. Вот, если рассматривать точки входа, то я бы ориентировался примерно на вот эти отметки. То есть вот эти отметки и наиболее вероятная, скажем, область в случае отката цены. То есть отметки здесь 1.42.40, очень высоко. И возможно, что сегодня, конечно, мы сюда не откорректируемся, в эту зону. Но в целом можно иметь в виду, можно, собственно, иметь на примете, откуда можно работать. То есть пока такие муси, такие планы. Но в любом случае можно попробовать сейчас, собственно, стать в контртренд, взять небольшое, собственно, движение. Но здесь уже больше, как бы, такие техники для скальперов, если так сказать. Вот, так что пока-пока фунта лучше не трогать и понаблюдать, что происходит, будет с ним происходить. Если кто-то хочет, можно попробовать сейчас зайти в лонги от уровня, да. Но опять же, стоп за минимум, за обновление минимумов. То есть тут стоп получится 1.4070, 1.4102, высокий стоп. Но в любом случае можно попробовать взять. Но довольно рискованная, собственно, операция, да. И лучше все-таки, если нет опыта, если нет навыков, да, скальпист, лучше не брать. Вот, так что по фунту пока наблюдаем, ничего не могу сказать, ничего не могу посоветовать. То есть абсолютно нейтральный взгляд. Думаю, что продолжим снижаться, но перед этим должны откорректироваться наверх. Дальше давайте посмотрим по доллар-иене. Доллар-иена, в принципе, развернулась. Зашел я в покупки. Единственное, что заходить в покупки надо было чуть-чуть пораньше. Сам сигнал, первый же сигнал был, это где стоит у меня стоп. Да, то есть сам стоп он небольшой. Здесь порядка 20 пунктов, но все же. То есть первый сигнал как раз-таки был на стопе, но его я упустил. Заходил уже по второму сигналу. Соответственно, поэтому вход пока не по лучшей цене. Но я думаю, что сейчас стоит ждать небольшого отката. Думаю, что продолжим двигаться. То есть первая цель стоит у меня отметка 113.60. То есть это первый отметок, первая цель, до которой планирую достигнуть. А дальше уже будем смотреть. Насчет гэпа по фунту, его закроют, но не сегодня и не завтра. И даже, наверное, не послезавтра. То есть его могут закрыть, конечно. Но надеяться, что его сейчас так закроют, что цена на 200 пунктов вернется обратно, это нереально просто. Ну, по крайней мере, мой взгляд, мои мысли. Так что лучше на гэпы не ориентироваться. То есть их торговать достаточно сложно. Это на первый взгляд кажется просто, да, то есть по статистике какой-то. Но в целом гэпы торговать очень-очень тяжело. Вот, так что по иене, вернемся к нашей иене. Пока такие мысли есть, кто-то еще не заходил. Можно попробовать зайти сейчас в покупки. Я думаю, что продолжим расти по иене. Тем более, что вся картина пока настроена именно на рост. Да, то есть первая цель это 113.60. А если ее преодолеем, можно будет перезайти просто в покупки от этой цели, от этого уровня и брать более продолжительные моменты, более продолжительное движение. Но пока же, пока я думаю, что будет именно такое движение. Вот. Дальше давайте зайдем в австралийца, глянем, что тут у них в Австралии. Да. Вот австралийца показывал, конечно, рост. Рост достаточно активный, но сейчас немного приутих. Да. То есть движение немного остановилось. Пока сказать не берусь. Да. Будем мы тут двигаться наверх или вниз. Больше склоняюсь к тому, что попробует откатить пониже. Да. То есть уже надо на дневку даже смотреть, потому что внутри часов здесь не совсем понятно. Да. То есть есть здесь опасения того, что попробует австралиец немного откатиться вниз. Да. За счет чего? Довольно-таки сильный уровень. Причем он отрабатывал. Постоянно отрабатывал всегда. Видите, прошлое движение, прошлый момент. Так, Арсений, да, кроме иена у меня еще открыт австралиец, новозеландец. Позиция. Вот, видите, в прошлый раз не удалось этот уровень пробить, но, допустим, сегодня, возможно, завтра, да, я думаю, что этот уровень будет взят, и возможно, что австралиец продолжит свое восходящее движение, попробует дальше ползти наверх. Так что пока по австралиец все же зарост под дневки, несмотря на то, что тут в ближайшее время, часы, скажем, да, может быть откат. То есть внутри дня ближайшие события, скорее всего, откат в текущих уровнях. А дальше, я думаю, что продолжим расти, потому что очень серьезно настроен австралиец и достаточно круто, собственно, он растет. Так что по австралийцу, я думаю, что если у кого-то открыты покупки, есть смысл поддержать. Если у кого-то открыты продажи, я думаю, надо что-то думать, да, то есть придумать. Как-то, но в целом ожидаю, что продолжим расти наверх. Вот. По австралийцу доллару пока не открываюсь. Почему? Потому что открыто по австралийцу новозеландцу, и я думаю, что этого будет более чем достаточно, да, то есть одной дублировать сделки не совсем, мне нравится не совсем хорошо. Дальше, по новозеландскому доллару давайте глянем. Новозеландский доллар тут подошел к довольно значимому уровню, значимой отметке 66,60. То есть помните, эта цена у нас очень часто мелькала, когда мы анализировали новозеландца. Вот. Можно предположить, что последует сейчас коррекция вниз, да, в новозеландце. Ну, а в целом, опять же, надо смотреть дневку и делать свои выводы. К уровню подошли, но этот уровень уже достаточно давно держался, я думаю, что еще немного, еще чуть-чуть, и этот уровень уже станет неактуальным. Да, если под дневки смотреть, то, в принципе, все просится наверх, да, в любом случае пока что на текущий момент настроение именно для роста, поэтому лучше все-таки по новозеландцам не заходить, либо ожидать небольшую коррекцию. Если коррекция пойдет, отыграется, то, скорее всего, рост и дальше продолжится, да. Если здесь начнет цена на уровне торговаться, в боковике лучше все-таки не заходить пока, лучше посмотреть. Ну, больше склоняюсь к чему? То есть склоняюсь, что немного откорректируемся и дальше продолжим двигаться наверх. Так, давайте глянем, что у нас по нефти. По нефти, по нефти, да, то есть по нефти достигли достаточно важного уровня 34.15. Помните, в прошлый раз, видите, примерно так же был разворот на этом уровне. Можно ожидать по нефти, что попробуют все-таки снизиться, да, то есть чуть меньше возьмем. Таймфрейм, то есть в любом случае ожидает, есть смысл ожидать отката, движения вниз, а дальше уже будем смотреть, да. То есть первый раз, то есть откатили, второй раз, вот, ну, может на третий раз уже уровень преодолеет, но пока, пока все-таки больше склоняюсь к тому, что по нефти будет откат вниз, да. Как глубоко, на сколько будет откат судить, не берусь, но в любом случае где-то на центов 70 есть смысл рассчитывать 33.40. Ну, вот как раз-таки практически 70 центов можно предположить, что будет откат. Ну, по крайней мере, такие сейчас взгляды и мысли, да. В любом случае дожидаемся пока подтверждения, еще здесь сигнал не совсем сформировался, но в случае, если цена уйдет наверх, от этого уровня заходим в покупки, достаточно просто ее будет отработать и можно будет ожидать тогда дальнейшего роста. Но пока же я склоняюсь к тому, что немного мы откорректируемся и дальше, возможно, продолжим восходящее движение. По нефти достаточно сложно строить какие-либо прогнозы, потому что здесь работает не только спекуляция, не только технический анализ, очень большое влияние оказывает именно политика, да. То есть сама политика и эти факторы, они практически непрогнозируемые, политические факторы. Вот, соответственно, канадца смотрим по нефти, да, то есть как торгуется нефть, с оглядкой на нефть торгуемые канадцы, но если нефть, собственно, начнет откатывать вниз, она уже начинает, а есть вероятность того, что канадцы можно будет прикупить, да. Единственное, что пока рановато, лучше опираться на, так, на данный уровень, 1.3780, да, если его цена пробьет, можно тогда, собственно, прикупаться, и я думаю, что будем расти, следующие цели, локальные уровни я уберу пока, да, то есть которые у нас были, но по следующим целям вполне серьезно можем добраться до 1.39, да, то есть можем докарабкаться, в любом случае пока такие взгляды, больше склоняюсь к тому, что пойдем именно наверх по канадцам. Дальше давайте посмотрим по золоту. По золоту выставил я отложку на продажу в надежде, что цена откатит, она начинает потихоньку откатывать, планирую с этого уровня продажи сделать, да, в случае, если что-то пойдет не так, то стоп примерно на отметке 12.19, можно 12.18 поставить стоп, стоп будет небольшой, поэтому, в принципе, ничего страшного, да, в любом случае по золоту думаю, что продолжим снижаться, продолжим корректироваться, то есть небольшая коррекция наверх и, возможно, продолжим снижение, по крайней мере, пока, то есть в данный момент именно такие мысли, да, в случае, если двинемся наверх, да, то есть этот уровень преодолеем, то есть продажи не пойдут, да, если не пойдут продажи, тогда надо ориентироваться на первую отметку, это 12.33, и после этой отметки, собственно, уже смотреть, как будет вести себя цена, как будут вести себя участники на рынке, да, то есть, ну, в любом случае, пока такие планы, но больше склоняюсь к тому, что продолжим снижаться, то есть, возможно, сработает наша отложка на продажу, я думаю, что продолжим двигаться вниз, да, дальше, по серебру, пока ничего не открывал, похожая ситуация, как и по золоту, есть смысл ожидать отката, единственное, по серебру, если где-то заходить, то заходить, скорее всего, надо по нижней границе, то есть, вот по этой отметке, да, выставляться и ждать, собственно, продаж, то есть, я думаю, что по серебру именно такой сценарий и произойдет, возможно, даже выставлюсь в сделку, попробую зайти в сделку, но чуть попозже, вот, так что по серебру пока такие мысли, похожая ситуация, как и по золоту, дальше, давайте посмотрим доллар-рубль, если, ну, вообще, по рублю ситуация сейчас больше напоминает движение в рост, и можно пробовать, можно заходить в позицию, можно, кстати, закупиться по рублю, да, единственное, что объем позиции надо соблюдать, но в целом по технике сейчас, я думаю, что будет хорошее движение наверх, единственное, что объем поставим небольшой, по рублю достаточно высокий спред, поэтому заходить со мной, вот наш стоп, вот, по сделкам, собственно, по целям, вот наша цель, то есть, это будет наша цель. Пока по технике именно такой расчет, именно такая идея по рублю, я думаю, что сейчас вырули, да, и найдет, пойдет карабкаться вверх, но в любом случае, надо смотреть, оглядываться на нефть, по нефти мы помним, что ожидаем на уровне разворот и движения нефти, так что по рублю можно предположить, а именно такое движение, скорее всего, начнут закроется и гэп, и плюс немного еще под максимум подлезет, в любом случае будем наблюдать. Ну, и по австралийцу, новозеландцу, зашли мы в пятницу, так, пишут телефон в чате, нет, это не у меня, это у моего коллеги телефон, так что, видите, какой микрофон хороший, все слышно, все слышно, то, что говорит. Итак, по австралийцу, новозеландцу в пятницу обозначало данный уровень 1.07.30, и были цели, да, насчет того, что развернет с него цена, как видим, так и происходит, пытается она развернуться по ближайшим целям, то есть первая цель это 1.08.93, можно чуть выше еще поставить цель, но я обычно не практикую такие моменты, почему? Потому что обидно, когда цена там до цели, до тейка не доходит буквально несколько пунктов, поэтому чуть-чуть сбрасываю цену, да, перед целью, так что можно пока рассчитывать на такое движение. Я думаю, что сегодня-завтра решится вопрос, и цель будет достигнута. В любом случае уровень достаточно хорошо держится, и начали с него выруливать весьма и весьма оптимистично. Так что по австралийцу, новозеландцу пока думаю, что будем мы расти, будем двигаться наверх. Такие идеи на текущий день, на текущий торговый день, будьте внимательны, в 16.30 выход статистики по США, немножко может как раз-таки те коррекции, о которых я говорил, могут на статистике и произойти, поэтому будьте внимательны, обдумывайте ваши сделки, обдумывайте входы и не спешите. Напомню, что буквально через 15 минут будет запись доступна на YouTube, на канале Альпари, и доступна в группе ВКонтакте Альпари. Собственно, под видеозаписью можете писать в комментариях свои идеи и так дальше. Так, завтра будет семинар. Да, завтра будет семинар. У нас рабочий день, обычный день, не праздничный день, то есть как бы праздник, но все работают, так что будет семинар, все работаем в штатном режиме по расписанию, как и есть. То есть смотрите расписание на сайте и будьте в курсе всех событий. На этом у меня все. Всем хорошего дня и до встречи на новых семинарах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok